Да, давайте начнем. Представлюсь. Меня зовут Водопьян Алексей. Я закончил эргу нефтегазов полгода назад, факультет разработки нефтяных месторождений. Работал год в «Газпромнефть НТЦ». Сейчас работаю в компании «Газпромнефть цифровые решения» аналитиком-методологом. Ну и помимо этого, за время учебы я делал много проектов, в основном связанные с добычей, с многофазным потоком. И сейчас как раз хочу поделиться с вами своим опытом. Так, ну давайте начнем. Вообще, какие бывают способы эксплуатации? Надо начать с этого. Существуют естественные и искусственные способы эксплуатации. Под естественные способы эксплуатации это фонтанный способ эксплуатации, к ним относятся. Это способ эксплуатации, когда скважинный флюид поднимается за счет собственной энергии. То есть давления на забои хватает для поднятия газо-жидкостной смеси и обеспечения заданного линейного давления. Вообще, давайте рассмотрим, из чего состоит фонтанная скважина. Это, во-первых, фонтанная арматура. Она, в принципе, для фонтанной скважины такая же, как и для ЭЦН. Там, в принципе, разница только в том, что там можно определять, потому есть там кабельный ввод для ЭЦН или нет. Вот это пример как раз фонтанной арматуры с реального месторождения компании «Роснефть». Помимо фонтанной арматуры на фонтанной скважины у нас есть штуцер. Штуцер нужен нам для того, чтобы регулировать, ну, по сути, управлять режимом работы скважины. Регулировать диаметр штуцера мы можем менять буферное давление. Соответственно, меняя буферное давление, у нас меняется забойное давление. Помимо этого у нас есть колонна насосно-компрессорных труб. По ней жидкость поднимается кустью. Есть пакер. Пакер герметизирует затрубное пространство. Вообще, то есть он необходим для того, чтобы у нас на приеме, то есть на башмаке НКТ не происходило сепарации газа. То есть если бы пакера не было, у нас газ бы частично сепарировался и уходил в затрубное пространство. И флюид, текущий уже в НКТ, имел бы другие физико-химические свойства. Но это к фонтанам скважинам не относится. В фонтанах скважин ставится пакер как раз для того, чтобы весь газ шел в НКТ и снижал плотность жидкости. Ну и, конечно, еще у нас есть эксплуатационная колонна. Это вот участок до НКТ. Вот вообще с точки зрения моделирования, тут сама скважина состоит из многих элементов. Но нам вот с точки зрения моделирования важны на самом деле не все из них. Нам важно, по сути, что мы видим в этой скважине. У нас есть две трубы. Одна большого диаметра, другая маленького. У нас есть пакер и у нас есть штуцер. То есть нам, чтобы построить модель скважины, что мы поднимаем под моделью скважины? Это такое представление скважины, позволяющее нам находить связь между давлениями и температурами в каждой точке. На основе этой модели мы можем принимать решения по оптимизации скважины или решать какие-то другие задачи. Вот с точки зрения моделирования, нам важно уметь моделировать движение в эксплуатационной колонии, движение в НКТ и движение через штуцер. Какие задачи мы можем решать с помощью модели скважины? Это в первую очередь, ну их можно на самом деле больше, чем четыре определить. Я здесь определю только четыре. То есть это первое определение оптимального режима работы скважины. Все понимают, что мы хотим добывать больше нефти. Но с одной стороны, мы можем бесконечно снижать забойное давление, чтобы у нас больше притекало из пласта. Но в то же время, если мы снижаем забойное давление, мы не можем снижать бесконечно его, потому что иначе мы не сможем поднять жидкость на поверхность. Вот. Вторая задача – это вот подбор диаметра штуцера. Это, по сути, немного обратная задача. И это мы можем подбирать такой диаметр штуцера под заданный нами технологический режим работы скважины. Тоже с помощью модели. Третье – это вот определение изменения добычи при изменении условий. Что это значит? Это имеется в виду, что что будет с моей добычей нефти, если, например, обводненность увеличится на 10%. Или что будет, если у меня газ прорвется из газовой шапки. Как, сколько нефти я буду добывать. Модель скважины как раз должна нам позволять ответить на этот вопрос. И последний момент я тоже выделил. Это определение времени перевода скважины на другой способ эксплуатации. Ну, как мы все понимаем, да, у нас фонтаны способ эксплуатации – это ранний период, да, разработки, там, месторождения, пробуривания скважины, да, когда у нас еще энергии в пластях и на забое, да, соответственно. Хватает для поднятия жидкости. Когда уже пластовое давление падает, мы вынуждены снижать забойное давление ниже, чтобы хоть что-то притекало, да. И поэтому нам приходится переходить на другой способ эксплуатации. Модель, конечно же, тоже должна нам помогать в этом. Резюмируя, да, я скажу, что для построения модели скважины нам нужно, важно, ну, фонтаны скважины, да, конкретно, нам важно уметь делать две вещи. Это моделировать движение жидкости газо-жидкостной смеси в трубах и моделировать движение газо-жидкостной смеси через штуцер. Сейчас вот в течение 30-40 минут я постараюсь теоретически основы этого вам рассказать, и затем в течение получаса мы с вами построим модельку скважины на основе тех режимов. Вообще, что лежит, какие теоретические основы, да, вот перед вами основное уравнение градиента потерь давления в трубах при установившемся режиме. Оно несложно как бы вводится, на самом деле, из закона сохранения массы и второго закона Ньютона. Ну, здесь я не стал это приводить в вывод, это не сильно интересно. Кому интересно, вот внизу есть ссылочка, можете почитать учебник. На самом деле, нам нужно вот посмотреть на все эти три составляющие. Градиент потерь давления состоит из трех составляющих. Это потери на преодоление гравитационных сил, потери на преодоление сил трения и потери на преодоление инерционных сил. Первый элемент – это, по сути, всем известная формула, да, там, РОЖАЖ практически, да, ну, еще плюс с учетом угла наклона, потому что у нас скважина может быть искривлена. Далее, трение мы считаем по формуле Дорси Висбаха. Это эмбирическая формула, которая была выведена Висбахом, да, в XIX веке, уже очень давно. Если мы посмотрим на эту формулу, да, тут есть коэффициент F, это коэффициент трения. Я потом еще, ну, подробно остановимся, как его находить. Это вот как раз самый вот нам как бы неизвестный коэффициент, да, и вот сама сложность будет с определением вот этого коэффициента. Ну, и потери давления на инерционное сопротивление, они возникают при любом изменении скорости, да. Обычно вот эти потери, они самые маленькие, там, 1-2%, они могут быть существенными при моделировании газовых скважин, потому что там скорости больше, как правило, там, дебиты у нас в сотни раз больше, чем в нефтяных скважинах. Но зачастую в нефтяных скважинах эти потери, там, составляют 1%, ими пренебрегают. Гравитационные потери, там, порядка 80% составляют, ну, и трения, там, 10-15%, зависит от условий. Давайте посмотрим теперь, начнем с самого простого, да. Вот у нас есть однофазный флюид. В 1944 году, то есть, там, не так давно, в середине прошлого столетия, Льюис Ферри Муди построил график коэффициента трения по оси Y от безразмерных параметров. Это число Рейнольца, относительная шероховатость. То есть, он обобщил исследования, которые проводили до него уже много ученых, да, 10 тысяч исследований, и представил их в удобной форме. То есть, ну, я вот упомянул понятие шероховатости, да, что такое шероховатость. Как мы знаем, да, что любая поверхность, она не идеально ровная. Везде есть неровности, и вот если под микроскопом посмотреть, например, да, вот на какую-то поверхность, вот здесь вот картинка представлена, да, мы увидим, что у нас есть везде какие-то выпадины, выступы, и шероховатость, по сути, это величина, средняя величина этих выступов. То есть, она измеряется, там, в метрах или в миллиметрах в единицах длины, и она показывает вот среднюю высоту вот этих выступов. Вообще, то есть, выделяется, учеными гидравликами выделяются два режима, да, для однофазной жидкости, это режим потока ламинарный, да, когда у нас жидкость не перемешивается, движется, ну, по одной, как бы, латерали, да. Он, как бы, характерен для чисел Ринольдса порядка меньше двух тысяч. Ну, а далее, при больших числах Ринольдса у нас уже возникает турбулентный режим, при котором жидкость перемешивается, и трение начинает сильно увеличиваться, и оно также начинает зависеть от шероховатости, то есть, от материала, ну, и там, не только материала, там, состояния поверхности, через которую течет, из которой сделана труба, и по которой течет флюид. Ну, и есть переходный режим, и, как правило, его и линейно интерполируют. То есть, по сути, чтобы нам рассчитать давление в однофазном, для однофазного флюида нам вот нужно просто для градиента потерь на гравитацию использовать плотность жидкости, да, и для трения использовать формулу Дарси-Висбаха, где коэффициент трения считается по диаграмме Муди или по аналитическим представлениям вот этого графика, да. То есть, по сути, зная это, мы уже можем моделировать нагнетательные скважины или какие-то горизонтальные трубопроводы, водоводы, да. Но по факту же у нас в фонтанных скважинах и вообще в нефтяных скважинах у нас флюид не однофазный, у нас есть нефть, из нефти выделяется газ, у нас еще и так же есть вода, вообще три фазы. Поэтому, ну, все гораздо сложнее, да, проводились дальше исследования. Вот в середине уже, во второй половине, ну, они начали проводиться в середине 20 века. На слайде представлена как раз установка, да. Поначалу эти корреляции, они были просто следствием из однофазных корреляций, пытались их как-то усовершенствовать, вводили такие, ну, корреляции были гомогенные, то есть просто вместо плотности жидкости, по сути, просто использовали в этом же уравнении там плотность смеси и трение никак не учитывало там многофазность, да. Но потом, постепенно, когда проводились исследования, выяснили, что на самом деле в двухфазной смеси газ чаще всего движется быстрее, чем нефть. Возникает вот явление проскальзывания. Если мы, например, в таком случае возьмем какой-то объем жидкости, да, и посчитаем там долю газа, вот, например, мы взяли кубометр, да, и посчитали там доля газа у нас 50%. Но если мы возьмем, например, в этом объеме и ножиком, например, разрежем трубу на несколько сечений и посмотрим на площадь, площадь, занимаемую газом и жидкостью в этом сечении, мы обнаружим, что на самом деле там будет не 50%, там может быть и меньше 50%, и больше 50%. Это вот как раз причина в том, что газ движется не с одинаковой скоростью, как жидкость, и поэтому меняется, по сути, трение, и плотность жидкости, ну, и, соответственно, меняется у нас в потере давления. Ну, и кроме того, выяснили, что в зависимости от доли газа возникают различные структуры потока, такие устойчивые при определенной доле газа. Вот на данном слайде представлена установка. это из статьи Бекса Брила, это одна из самых известных корреляций, ну, неизвестных, такая распространенных корреляций, которые, в частности, в российских компаниях используются. Она была разработана в 1973 году, то есть была вот такая большая установка, вот если посмотреть, здесь есть кран, да, который поднимает трубы. Там у них можно менять диаметр, да, и по этим трубам пускают водогазовую смесь на различных режимах. Вот, то есть провели сотни таких исследований, и была создана вот корреляция Бекса Брила, которая учитывает четыре структуры потока, учитывает, ну, выведены соотношения истинного содержания жидкости для каждого из, для каждой из структур потоков. И она позволяла считать распределение давления, да, для двухфазной смеси, для любого угла наклона. То есть в то время это вообще был прорыв. Так, ну вот, как раз вот про то, что я говорил. Структуры потока, да, в основном выделяют, ну, если рассмотрим вертикальную скважину, да, выделяют, там, три структуры потока, иногда четыре. Это эмульсионный режим, когда у нас маленькие пузырьки газа равномерно распределены в жидкости и движутся, по сути, с той же скоростью. То есть в целом случае, в принципе, ну, плотность можно считать как среднюю, да, и нету эффекта проскальзывания газа. Когда вот эти маленькие пузырьки начинают, доля газа увеличивается, да, вот посмотрим на график в центре, в принципе, да, он как раз показывает карту структур потоков, где у нас по оси X идет средняя скорость газа, а по оси Y идет средняя скорость жидкости. И вот как раз с увеличением скорости газа у нас маленькие пузырьки начинают объединяться в большие пробки, которые быстро проносятся с какой-то периодичностью через жидкость. Это вот как раз называется пробковый режим или SWAG режим по-английски. И уже, соответственно, с еще большим увеличением доли газа у нас возникает кольцевой режим, когда газ движется по центру, а жидкость течет по стенкам. Ну, понятно, что такие режимы эксплуатации нам не очень предпочтительны, да, потому что будут возникать какие-то пульсации давления, ну, и мы, в принципе, добываем нефть в нефтяной скважине. Нам актуальнее, чтобы там не газ шел, да, по центру, а чтобы мы, в общем, больше нефти добывали. То есть актуально, ну, в вертикальной скважине предпочтительным режимом потока являются эмульсионы. То есть, а если возникают какие-то пробки, то нужно как-то это регулировать. Вот, ну и в плане, если говорить о расчете, да, взяли просто те же уравнения, но добавили здесь плотность, расчет плотности по-другому, то есть HL – это истинное содержание жидкости, которое считается для каждой структуры потока по своим соотношениям. То есть, каждая корреляция, каждый автор предлагает свои какие-то определяющие соотношения для определенной структуры потока. И коэффициент трения, да, он, по сути, считается тоже так же, то есть используется однофазный коэффициент трения по диаграмме вот Moody, да, которую мы рассмотрели. Просто вводится туда еще какой-то множитель многофазности, да, вот в частности, здесь вот приведена двухфазный коэффициент трения для корреляции Bexbrill. Здесь вот введена экспонента в степени S, да, где S считается там по определенному соотношению, которое зависит от истинного содержания жидкости и объемного. Так, давайте пойдем дальше. А, ну вообще еще забыл рассказать, вот по поводу предыдущего слайда. Вот эта установка, да, это вообще в Америке есть такой университет, называется Таусси Университи. Они вот как раз в 73-м году начали такой большой проект, называется Таусси Университи Fluid Flow Project. И то есть целью этого вообще проекта была разработка разработка и вообще разработка методиков, методик, алгоритмов и понимание как бы механики вот этой многофазности. Они занимались разработками различных многофазных корреляций, двухфазных, трехфазных, спонсировались там ведущими компаниями Shell, BP. Этот проект, он до сих пор сейчас существует. Вот кому интересно, вот здесь QR-код оставил, потом посмотрите. У них есть сайт, можете посмотреть, как это в реальности выглядит. Там очень круто, такие большие установки, они исследуют разные корреляции, там разные способы эксплуатации, ну и в общем вообще разные эффекты, связанные с многофазностью. Вот далее, да, у нас еще есть, ну конечно же у нас еще есть фада, да, существуют также корреляции трехфазные, они в основном закрытые. Ну, объясню почему, потому что, ну это очень сложно, в принципе, такие исследования проводить, ну и по факту в них нету большой, большой как бы необходимости. Для большинства с каждой двухфазной корреляцией показывают неплохой результат, но тем не менее данные корреляции существуют, они в основном коммерческие, да, вот компания Шлюмберже, да, у них там основной продукт, там, Пайпсим Ольга, да, и они продают еще отдельные лицензии у них есть на гидравлические корреляции Ольга, тоже которые разрабатывались, они у них платные и нельзя даже посмотреть, как они устроены. Вот, ну и здесь вот так же выделяются структуры потока, то есть там рассматривается структура потока газ-жидкость, как на предыдущем слайде, но отдельно еще в жидкости рассматривают, как вода и нефть, ну, между собой какую структуру имеют. Ну, по факту, в реальности двухвазных корреляций, в принципе, достаточно, может быть, для каких-то сложностей важен необходимые и такие корреляции. Так, пойдем дальше, нужно еще важный аспект рассказать вам, ну, Шамиль Хасанов уже рассказывал на одной из лекций про как считаются свойства флеида, ну, нам это важно тоже повторить, потому что, как вы заметили, там везде у нас есть параметры флюида, плотность, вязкость, по сути, чтобы дебиты, жидкости, скорость считать, мы должны знать объемный коэффициент. И зачастую в добыче, да, так как у нас скважин много, в принципе, у нас нету часто доступа к каким-то базам подробных ПВТ-отчетов, да, и зачастую просто у нас есть какой-то минимальный набор данных, в таком случае вот нам очень удобно становится бэйкоил-модель. Бэйкоил-модель, в чем ее смысл, да, у нас есть, нефть состоит из различных компонентов, да, но мы считаем, что там компоненты C3, там, C1, C3, да, это просто заменяем на одну фазу газ, да, все остальные – это нефть. И свойства считаются там не по уравнению состояния, да, а по каким-то статистическим зависимостям, которые характерны для, там, характерного региона, да, там, например, существуют корреляции, там, для американских, там, нефтей, калифорнийских, там, существуют корреляции для, там, Arabian Oil, вот, например. Ну, то есть, по сути, нам, зная, мы знаем, нам необходимо только знать плотность нефти в поверхностных слоях, плотность газа и газовый фактор, ну, там, газосодержание. И по всем остальным параметрам, и по этим параметрам мы можем, в принципе, по этим зависимостям рассчитать все остальные. Конечно же, минус такого подхода в том, что, как бы, точность будет не самая высокая. Но эти корреляции также можно калибровать. Если у нас есть хотя бы, там, например, одна точка, да, как мы знаем, давление насыщения, да, или вязкость, там, давление насыщения, мы, в принципе, можем эти статистические зависимости откалибровать, то есть, пустить, ввести коэффициент, который будет проводить эту кривую через заданную точку. Вот на данном слайде еще приведена привелом корреляцию, да, это корреляция стендинга, вот для примера, как она выглядит, да, это просто несложная статистическая зависимость, которая зависит от плотности газа, плотности нефти и газосодержания. И, в принципе, вот мы можем построить зависимость объемного коэффициента от давления, да. Что еще, да, ну и подведем, да, давайте итог, в принципе, понятно, да, как считаются градиенты давлений, но все же не очень еще понятно все-таки, как считать давление-то само. Вы заметили, наверное, что у нас там получается такое дифференциальное уравнение, да, потому что свойства жидкости, они тоже зависят от давления. Ну и в таком случае, чтобы нам рассчитать давление в трубе, нужно как бы решать его итеративно. Как это делается? Рассмотрим, у нас есть участок трубы. Представим, что это, например, участок, вот внизу у нас будет забойное давление, да, да, и мы считаем вот то давление на башмаке НКТ, то есть считаем участок эксплуатационной колонии. У него длина тысяча метров с каким-то определенным диаметром, например, да. Первым делом нам нужно разбить этот участок, задаться каким-то шагом и разбить его на, например, N участков, да, там, если мы 10 метров, то, например, на 100 участков. Мы для начального давления, да, которое нам известно, забойное давление, там, температура, давайте для простоты, сейчас не будем про температуру говорить, потому что, ну, расчет температуры – это тоже отдельная тема, сейчас мы не успеем в это все погрузиться. Для простоты давайте будем считать, что у нас температура, она либо постоянная, либо зачастую еще делают, у нас, например, известно давление на устье и давление пластовое. Считают, что давление на забое равно пластовому давлению и берут просто, линейно интерполируют по длине трубы, либо задаются каким-то геотермическим градиентом, там, например, 3 градуса на 100 метров. Ну, давайте сейчас пока для простоты забудем про температуру, считаем, что она у нас постоянная, да. Вот считаем для начальных давления и температуры какие-то физико-химические свойства наши вот по Black Oil модели, как на предыдущем слайде было рассказано. Затем мы должны рассчитать расходы, скорости фаз и градиенты давлений по выбранной нами корреляции, сложить это и получить общий градиент потерь давления. Затем мы умножаем полученный градиент давления на наш шаг и, по сути, получаем давление на конце вот этого участка и прибавляем его к начальному давлению, да, точнее, вот этот ДП, который мы получили, умножив ДП по ДЛ на Л, прибавляем к П0 и получаем П1. По сути, вот мы сейчас знаем давление через 10 метров, и если повторить это Н-1 раз, то мы придем вот кверху и рассчитаем давление. Конечно, такой алгоритм не очень правильный, да, потому что по факту мы рассчитываем свойства для П0, Т0, но по-честному нам надо поправить давление на центре, да, но мы его не знаем. Поэтому, ну, более правильный алгоритм. Мы бы рассчитали давление П1, затем еще раз посчитали свойства для давления в центре и посмотрели, если полученное снова давление не сильно меняется, значит, в принципе, можно переходить на следующий шаг. Если оно меняется, то расчет повторяется. То есть в рамках одного шага, возможно, тоже, ну, правильнее тоже считать итеративно. Вот, ну и по сути, вот сейчас мы можем считать давление на любом, там, в любую сторону, в любом участке трубы, да. По факту, да, все корреляции, они тоже имеют какую-то погрешность, они все неточные, это все модели. И как в реальности делают, у нас есть какой-то замер давления, да, и у нас есть какой-то набор корреляций. Мы подбираем корреляцию под этот замер. То есть у нас есть, ну, если у нас, в идеале у нас есть прям замер давлений по глубине скважины, и тогда мы просто находим такую корреляцию, у которой суммарное отклонение будет наименьшее. Либо, если у нас нет замера давления, мы адаптируемся просто на одну точку, например, на забойное давление, или там давление, там, если важно, с эцентом, на давление на приеме, да, какой-то замер. И затем, когда уже мы выбрали какую-то гидравлическую корреляцию, для дальнейшей адаптации этой корреляции уже обычно крутят, вот, вводят коэффициенты, вот здесь вот для трения, для истинного содержания жидкости, так как эти параметры наиболее такие неизвестные для нас, мы их можем варьировать, потому что по факту тоже все эцентрические зависимости. И вот подгонкой этих коэффициентов получают там садаптированную корреляцию. Ну, правильнее там всех по-разному, да, кто-то там, например, 20%, там коэффициент этот 1,2, там от 0,8 до 1,2 позволяет считать, что адаптация произошла правильно. У кого-то там другие значения, да. Следующее, в принципе, вот мы давление в трубе научились моделировать, и второй элемент у нас фонтан и скважин, по сути, это, получается, моделирование многофазного потока через штуцер. Штуцер, как я и сказал, это по сути технически, это какой-то ограничитель потока, да, там либо бывают штуцеры, которые имеют постоянный диаметр, да, либо бывают вот такие дроссели, которые здесь вот есть шток, конусовидный такой шток, да, и мы крутим вот эту задвижку и меняем диаметр проходного сечения. Ну, в плане моделирования вот можно представить вот так схематически, да, что вот у нас есть больше диаметра и есть диаметр меньше, и жидкость течет с какой-то скоростью, и после течения в меньший диаметр она увеличивает свою скорость, и там происходят какие-то потери за счет того, что поток изменил как бы свое направление, там, сузился, да, происходят какие-то местные потери давления. Все по факту корреляции, да, они основаны на решении уровня гернуля, если помните, вот оно здесь записано для напора, это для идеальной жидкости, там, ну, вот здесь вот я привел корреляцию из программного обеспечения шлемберже по EPSIM, которое считается, в принципе, там, стандартом, да, для таких расчетов. Оно, в принципе, мы видим, что если здесь геометрический напор у нас равен нулю, да, там, по сути, остается у нас здесь только, ну, потеря давления зависит только от скорости. Ну, и плюс там для многофазного случая вводятся какие-то коэффициенты для сжимаемости. Так, ну, и еще последняя вещь, о которой хотел рассказать, да, это VLP. Что такое VLP? Это Vertical Lift Performance, то есть, ну, это такое понятие часто используемое в продакшен-инжиниринге, это, можно сказать, такая многомерная характеристика работы скважина. То есть, это зависимость забойного давления от дебета, от линейного давления, там, или еще плюс каких-то, может быть, других параметров. То есть, она выглядит следующим образом, да, для фиксированного линейного давления забойное давление в зависимости от дебета жидкости выглядит в виде вот этой желтой линии. И если, то есть, вот эта желтая линия, она показывает нам, какое у нас будет, какое нам необходимо забойное давление для того, чтобы поднять определенный дебет жидкости и обеспечить заданное вот это вот линейное давление, да, это если мы, вот, как раз, как раз она получается многократным расчетом от линейного давления до забойного. Вот, ну, и есть такой график, наверное, многие знают, это узловой анализ, когда вот оранжевая линия, это индикаторная кривая, да, здесь, например, можно взять просто уронение EP, да, и вот точка их пересечения, VLP, IPR показывает согласованный режим работы, то есть это сколько жидкости нам, притекает из пласта, то есть, точнее, не так, то есть, она говорит о том, что если, вот, например, 280 кубов жидкости притечет из пласта, то при таком забойном давлении будет обеспечено заданное устьевое давление, потому что если мы посмотрим в эту часть графика, то здесь, например, не будет хватать, получается, точнее, наоборот, здесь не будет, как бы, хватать забойного давления для поднятия жидкости, точнее, вот в этой части, а здесь, наоборот, не будет притекать столько из пласта. Так, в общем-то, ну и плюсы, VLP используются в гидродимических симуляторах для задания ограничения на устье вместо забоя, то есть, по сути, там можно промоделировать скважину в GDM-симуляторе. Так, и на этой кривой еще нужно отметить, есть две части, да, то есть, первая часть – это когда у нас с увеличением дебета, это характерная область этой кривой, да, когда у нас с увеличением дебета жидкости забойное давление падает, то есть, для большего дебета жидкости нам нужно меньшее забойное давление, чтобы поднять ее на поверхность. Это связано с тем, что оно связано как раз с снижением плотности, потому что у нас начинает там выделяться газ, и потери на давление на преодоление гравитации, они снижаются. Но затем уже при больших дебетах у нас начинает сильнее влиять потери на трение, то есть, скорость жидкости увеличивается, соответственно, коэффициент трения тоже увеличивается, и забойное давление начинает расти, требуемое для поднятия жидкости на поверхность. Так, что-то я очень быстро даже рассказал. Сейчас я, давайте, сейчас пробуем сделать примерчик. Давайте, у кого есть вопросы, сейчас по теории их обсудим. Вижу в чате вопрос. А как тогда рассчитывается температура по столу, если не рассматривать цемент, горный пород, да эксплуатационную колонну? На самом деле, температура, ну, если мы хотим рассчитывать температуру, да, конечно, нам это надо рассматривать, потому что у каждого типа потери будет, да, зависеть от материала, от материала там цемента, да, от материала труб, у них разная там типа проводность у материалов, и, соответственно, потери тепла будут разные. Но сейчас я говорю, да, мы пока рассматриваем более простой случай, да, как вот модерируется давление. Если интересно, можно потом как-нибудь тоже рассмотреть, как модерировать температуру. Учитывается ли эффект Джоуля Томпсона при депрессии, забой пласт, чтобы при забойную температуру? Да, можно это учитывать и правильнее так делать, но зачастую этого не делают, ну, потому что там из-за этого эффекта по факту, ну, температура там изменится на несколько градусов, и на точность расчета это не сильно повлияет. У нас в целом-то здесь очень много допущений разных, разные корреляции, поэтому там плюс-минус 2 градуса нам не сильно какой-то погоды сделают. Вот, так, у кого-нибудь еще вопросы есть? Если нет вопросов, давайте сейчас, кстати, когда перейдем к практике, я сейчас... Как учитывается упадение осадков на стенке с одной колонны НКТ? Есть тоже, да, определенные модели для этого. Сейчас не подскажу, сам с ними особо не знаком. Но есть, да, тоже модели, авторами указываются, то есть они в основном основаны на том, что как раз на температуре определяется температура, при которой начинают выпадать осадки, ну, выпадают какие-то там парафины, да, и мы рассчитываем как раз температуру, распределение температуры в скважине, и для вот стационарного кроссучия, мы просто можем посмотреть, в каком месте скважины у нас выпадут эти осадки. Но мы, скорее всего, не сможем посмотреть, какая там будет толщина этих осадков или что-то такое. Для этого вот как раз нужна нестационарная модель скважины, которая будет вот как раз во времени учитывать накопление этих осадков. В стационарной модели, скорее всего, там будет, ну, конечно, могу ошибаться, там только сам факт выпадения можно будет предсказать, но величину и толщину этих накоплений сделать, предсказать будет нельзя. Так, давайте, ну, давайте перейдем к примерчику. Сейчас давайте еще, кстати, я хотел всем включить Шамиль, если получится, у меня это не очень удобно с демонстрацией. А, вот все, получилось. В общем, сейчас, да, во время практики, давайте я всем включу возможность включать микрофон, если будут вопросы, можете походу спрашивать. Сейчас давайте попробуем построить задачку, да, сделать, то есть определить забойное давление фонтана скважины по данным технологического режима. Я подготовил, там, обезличенный техрежим, да, и мы будем использовать макросы Uniflog VBA. Это библиотека многофазных расчетов, которую можете найти на GitHub, потом ссылочку вам приложу. Она, по сути, в ней на языке программирования Visual Basic Applications, уже запрограммированные алгоритмы, о которых я говорил, и сейчас мы можем, используя их, подстроить модель скважины. То есть открываем надстройку. Так, сейчас она открывается. Затем я расскажу вам сейчас, как ей пользоваться. То есть вы скачиваете с GitHub, да, сейчас я покажу, где это выглядит. То есть вот есть GitHub Uniflog, Uniflog VBA, да, здесь вы просто можете скачать весь архив с мастера, да, и вот надстройка Uniflog VBA точка хлам. Это как раз библиотека макросов для работы с ними в Excel. Вот, то есть запустили надстройку. Видим, что надстройка подсоединилась. Это видно по вкладке Uniflog. Далее теперь запускаем техрежим. Да, спасибо за ссылку. Так, месторождение, да. Вот месторождение, да, техрежим, наверное, все видели. Если не видели, давайте кратко, наверное, пробегусь. Технологический режим работы скважин, да, он утверждается раз в месяц. В нем, как бы, утверждается режим работы скважины на следующий месяц. И получается, здесь, в принципе, это такая сводка, в которой можно посмотреть все параметры работы скважины, ее конструкцию, PVT и многое другое, в принципе, да. И по нефтяной добыче при создании модели скважин обычно вот как раз используется этот техрежим. Он, в принципе, не очень подробный, да. У нас здесь нет подробных PVT-исследований, да. У нас здесь есть только пара параметров, но в рамках модели Backoil мы можем это использовать для расчетов. Давайте вот возьмем скважину. У нас здесь видим колонку способ эксплуатации. Здесь у нас есть четыре фонтаны скважины и там ряд скважинцев цен. Возьмем вот скважину, например, вот эту, да. Здесь и попробуем сейчас определить у нее забойное давление, построить, как распределить давление в этой скважине. Давайте создадим новый лист и начнем работу. То есть вообще, как пользоваться этими макросами? У нас есть, у нас уже зашиты в виде функций. Для расчета давления у нас есть функция с префиксом Multi-Face Flow, MF. MF Pipeline позволяет нам рассчитывать давление. MF Pipeline. Давайте раскроем эту функцию и посмотрим, что она в себе на вход принимает. Она как раз принимает начальное давление, начальную температуру, конечную температуру. H-лист – это инклинометрия наша или траектория, если мы считаем горизонтальный трубопровод. Диаметры, да, то есть у нас можно задавать переменные диаметры или какой-то постоянный дебет жидкости. Это обводненность у нас, ПВТ-строка, в которой закодированы все свойства направления расчета, да, и можно выбирать гидравлическую корреляцию. В рамках Unifog VBA у нас сейчас здесь реализовано 6 корреляций, и можно будет, в принципе, ими играться, подбирать, какая для нашего месторождения наиболее подходящая. Да, вот мы видим, какие у нас исходные данные, и давайте, прежде всего, попробуем их подготовить. То есть у нас, что нам нужно? У нас ПВТ должно быть. Начнем заполнять. Да, вот у нас есть гамма-газ. Это относительная плотность газа по воздуху. Нам также нужна плотность нефти, тоже по воде, да, и плотность воды. И, по сути, нам еще нужен газовый фактор. Давайте попробуем найти эти параметры в техрежиме. Для скважины 240 ГС, да, они вот как раз находятся вот в этой вкладке, да, вот это плотности газа, как мы видим, здесь нету. И это, на самом деле, кстати, реальная проблема. В тех режимах не пишется плотность газа, и в компаниях, поэтому плотность газа часто берут как константу для всех одинаковую, равную 0,7. Плотность нефти у нас есть, она равна 0,823, да, безразмерная. Так, плотность воды у нас равна 1,06, и газовый фактор у нас равен, получается, 237 кубометров на тонну. В принципе, это все, но у нас еще есть, ну, этого уже достаточно, на самом деле, чтобы подстроить ПВТ-зависимость, да, но мы видим, что у нас, в принципе, есть какие-то калибровые, ну, есть какие-то еще значения, в принципе, да, вязкость в нефтепластовых условиях, да, объемный коэффициент, и мы можем лучше их тоже давайте зададим, чтобы у нас был расчет более точный, и наша корреляция откалибровалась. То есть, также зададим объемный коэффициент, вязкость нефти при давлении насыщения и само давление насыщения. Так, получается, давление насыщения у нас равно 180. Объемный коэффициент при давлении насыщения равен, получается, 1,399, и вязкость нефти равна в пластовых условиях 0,4. Вот, и в Unifog VBA есть функция для кодирования строки, называется PVTNCodeString, и она просто, по сути, удобно переводит все эти данные в виде одной строки. Так, задаем все параметры, которые мы взяли с тех режима давления насыщения, пластовую температуру тоже возьмем. Сейчас объемный коэффициент, вязкость нефти. Получили PVT-строку, и еще нам надо взять пластовую температуру, которая у нас, получается, равна 100 градусов. Так, ребята, смотрите, я сейчас, возможно, очень быстро рассказываю. Я, если что, приготовил домашние задания и желающие. Я сделаю диалог ВКонтакте. Все, кто хочет научиться, как работать, как моделировать, может быть, используя макросы Unifog VBA, либо другим возможным способом, решить эти три задачки. Сейчас поэтому не волнуйтесь, если не успеваете за мной. Сейчас я просто демонстрационно показываю, как с этим работать. А уже потом, если вам интересно, вы сможете сами построить свои модели. Помимо этого, нам нужно какое-то начальное давление. Если мы хотим рассчитать забойное давление, у нас расчет будет вестись от линейного давления. Линейное давление у нас задано. Как раз оно равно 12 атмосферам. Мы, в принципе, видим, что нам сейчас дальше нужно сделать. Нам нужно будет теперь от линейного давления через штуцер посчитать буферное давление и потом по буферному давлению рассчитать забойное давление. Но мы видим, что в техрежиме уже есть буферное давление, так как на скважине стоит манометр. И нам, в принципе, даже можно, по идее, не считать штуцер. Но на самом деле нам это нужно делать. Потому что зачастую мы сейчас, конечно, для данных каких-то значений так, у меня звук есть, все меня слышат, пишут, что звука нет. А, звук есть, отлично. Ну, возможно, стоит теперь подключиться. Да, вот о чем я говорил, что у нас для данного конкретного режима у нас есть буферное давление, и мы, в принципе, нам кажется, что не должны, в принципе, моделировать штуцер. Но по факту это не так. Если мы начнем делать какой-то многовариантный расчет, чтобы потом определять, как какие-то мероприятия планировать в зависимости от изменения условий, нам на самом деле вот этот перепад давления на штуцере будет всегда меняться в зависимости от дебета жидкости. Потому что чем больше дебет, тем больше скорость, и перепад давления на штуцере будет меняться. Поэтому в таком случае, если у нас есть данные о буферном давлении, мы можем нашу модель садаптировать на это давление. Да, садаптировать на это давление. Сейчас мы это проведем. То есть еще давайте сразу дебет жидкости сюда выпишем. Он у нас тоже пишется в техрежиме. Дебет жидкости равен 109. И давайте теперь попробуем рассчитать давление на буфере. То есть для этого мы берем MF-печо функция. Это функция для расчета давления за или перед штуцером в зависимости от того, какое давление у вас дано, по сути. Оно принимает на вход как раз дебет жидкости. Давайте зададим обводненность. Тоже сейчас возьмем с вкладки техрежима диаметр. Давайте тоже возьмем сейчас. P-calc-from – это наше давление, с которого мы стартуем расчет. То есть в нашем случае это линейное давление. Calc-long-flow – это флаг. То есть мы можем считать против потока или по потоку. Если мы считаем от линейного давления к буферному давлению, то у нас нефть же добывается от забоя к буферу. То есть мы будем считать поэтому против потока. И диаметр трубы – это имеется в виду для того, чтобы понимать, какой диаметр будет за штуцером. Давайте сейчас еще не все параметры вывели. Давайте сюда выведем теперь обводненность. Она у нас тоже есть. И сюда выведем диаметр штуцера. Обводненность у нас… Так, ребята, если какие-то вопросы есть, что-то непонятно, спрашивайте. Обводненность у нас в техрежим попадает по замеру. То есть оператор отпирает пробу. Обычно это происходит раз в несколько дней. Ну или когда скважина вводится на режим, может происходить раз в несколько часов. И это значение попадает в техрежим. По нему, по сути, считают дебит нефти. Потому что дебит нефти… Обычно замеряется дебит жидкости. И уже потом через обводненность рассчитывается дебит нефти. Диаметр штуцера у нас тоже есть. И еще, что нам не хватает… Так, у нас получается диаметр штуцера мы задали. Обводненность мы тоже задали. Ну и в принципе мы видим, что уже расчетчик что-то считает. То есть там какие-то параметры опциональные. И мы видим, что расчетное давление на буфере у нас оказалось равно 50 атмосфер. А по факту оно равно 45 атмосфер. Ну вот мы видим как раз, что… Как вот ошибка в корреляции. Вот мы на 5 атмосфер сейчас ошиблись. Но это как раз связано с тем, что мы не знаем, видимо, всех исходных данных. Либо наша модель не учитывает всю механику движения жидкости в данном случае. То есть давайте попробуем садаптировать. Мы можем подобрать такой коэффициент поправочный, который позволит нам получить давление, которое у нас замерное. Ну вот я давайте сейчас просто ручками подберу. Вроде вот похоже. 45,7. Здесь 45. Ну в принципе давайте так оставим. То есть я, взяв калибровочный коэффициент 1,1, мне удалось адаптировать нашу модель. И в дальнейшем, когда я буду считать уже какой-то прогноз для других диапазонных условий, этот коэффициент нужно оставлять постоянно. Таким образом у нас будет корректно, ну более корректно, чем если бы мы не адаптировали, рассчитываться перепад давления на штуцере. Вот, все, мы получили давление на буфере. Теперь нам нужно рассчитать давление на забои. Давление на забои. Ну у нас есть, по сути, скважина. Помним, как выглядит. Давайте еще раз посмотрим на модельку. Вот, фонтанная скважина у нас сейчас, вот мы находимся вот здесь на буфере. Ну вот эти изгибы, не будем их как-то учитывать. Это в принципе можно пренебречь, да. Просто будем считать, что вот у нас глубина скважины, да, это вот труба, как с какой-то инклинометрией в пространстве, НКТ, да, и эксплуатационная колонна с другим диаметром. Поэтому давайте сейчас разберемся с инклинометрией. В первую очередь нам, ну инклинометрия, все знаете, что такое, да, это, то есть, как у нас траектория скважины, по сути, в пространстве. Здесь нам 3D траектория не важна, потому что наши все модели, они по факту все равно не будут это учитывать. Поэтому мы будем задавать ее в формате MDTVD, то есть measure depth, глубина по стволу замеренная, true vertical depth, это глубина по вертикали. Эти параметры нам как раз вот необходимы для корректного расчета коэффициента потерь на гравитацию. Как мы помним, что у нас скорее не свободное падение действует там к центру Земли, да, и вот в зависимости вот этой инклинометрии у нас будут разные потери. Давайте возьмем тоже эти значения из тех режима, ну понятно, что он будет все с нуля, да, стартовать. Затем у нас будет какая-то глубина НКТ, да, здесь нет инклинометрии подробно, если есть, конечно, инклинометрия скважины, есть такие данные, то, конечно, нужно использовать ее, модель будет гораздо более точная. Но в тех режимах, как правило, это не пишется, потому что уже формат устоялся, да, раньше, когда этот формат только создавался, ну как раз формат он уже в начале 2000-х годов где-то, наверное, создавался в российских компаниях. И, ну, тогда не было просто на самом деле даже такого функционала, который позволял бы считать такую подробную пилиметрию, не было таких мощностей компьютеров, поэтому, в принципе, в то время три точки, как сейчас есть, да, это было более чем достаточно. То есть сейчас у нас здесь в тех режиме, по сути, только есть глубина спуска НКТ, да, или насоса, и глубина там верхних дыр перфорации. Ну, давайте использовать все, что есть, да, вот глубина спуска НКТ, да, у нас 2880, и вертикальная глубина у нас не дана, но зато у нас есть, если пойти вправо, да, посмотреть, у нас здесь есть в тех режиме колонка, который называется удлинение наш спуска. Удлинение, вы помните, что такое, да, это разница между measured depth и true vertical depth. Поэтому, чтобы найти true vertical depth, нам нужно от measured depth отнять удлинение. Мы это и сделаем, вот получили две точки, ну, еще у нас есть третья точка инклиметрии, это глубина верхних дыр перфорации. То есть, по факту еще, что нужно отметить, да, в тех режиме есть на самом деле толщина перфорации, да, но забойное давление в тех режиме, оно, вот видите, оно на самом деле желтым цветом выделено, оно расчетное. Где-то, ну, есть колонка с замерным давлением, да, это иногда спускают прибор и замеряют, вот видите, она пустая для большинства скважин. Но, а вот в этой колонке, которая желтым выделена, нам все равно уже считается, нам все равно уже знает забойное давление. Его поэтому считают, оно является расчетным, и мы, в принципе, даже, ну, можем на него не ориентироваться, там, не адаптироваться на него, потому что оно так же, как и мы считаем, оно расчетное. Вот, и вот это вот расчетное давление, оно считается как раз для глубины верхних дыр, то есть обычно они учитывают глубину перфораций, а считают только для глубины верхних дыр. Поэтому мы не будем, там, учитывать глубину перфораций, а вот в качестве инкриометрии ограничимся верхними дырами. Так, верхние дыры у нас, получается, HVDP, они вот 3060 у нас равно, и тут также есть у нас удлинение, которое равно 708, да. Вот, в принципе, можно даже посмотреть сейчас, как наша кривая скважина выглядит. Построим давайте график. Так, принять. Вот, мы видим, в принципе, если инвертировать ось, что, в принципе, она такая получилась кривая. Скорее всего, она, по факту, наверное, не такая, да, она, наверное, более вертикальная, просто с выходом на горизонтальный ствол, но так как у нас всего три точки, вот получается вот такой вот у нас результат. Ну, в принципе, работаем как есть. Так, инкриометрию мы задали, да, нам еще необходимо для расчета буфер забойного давления знать диаметры, да. Давайте зададим тоже диаметры в зависимости от measured depth. То есть, это также у нас, получается, на глубине 0 у нас диаметр НКТ будет, равный 127 миллиметров. Вот тут, кстати, сразу нужно отметить, нужно всегда смотреть, в тех режиме указываются либо внешний, либо внутренний диаметр. В частности, вот, если посмотреть примечание, для диаметра НКТ указывается внешний диаметр, а для диаметра эксплуатационной колонны указывается внутренний диаметр. Ну, это объяснимая ситуация, потому что, ну, для эксплуатационной колонны на внешний диаметр, в принципе, не важен, там, ну, может быть, для расчета температуры, чтобы там толщину, да, вот стенки, да, учитывать. Но не так-то важно. А вот диаметр НКТ нам важен, по факту, потому что у нас это будет влиять на сепарацию скважин с ЭЦН. Вот про сепарацию я как раз расскажу на следующей неделе, когда мы будем говорить об ЭЦН скважинах. Там вот как раз наблюдается явление сепарации. Пока у нас в скважинах с фонтанных скважинах, скважинах с пакером, да, у нас сепарация исключена. Ну, и получается, у нас еще есть участок ниже НКТ, там у нас диаметр, получается, эксплуатационной колонны. Да, конечно, нужно отнять две толщины стенки, так как у нас толщина стенки в техрежиме не дана, давайте будем для простоты считать, что у нас, ну, возьмем какую-то стандартную толщину, например, 8 мм, и рассчитаем таким образом внутренний диаметр, так, конечно же, в миллиметрах, да, вот, 111 мм. Ну, давайте будем считать так, данных у нас других нет, ну, конечно, если есть данные, давайте, нет, расчет давления на самом деле не всегда идет снизу вверх, можно считать сверху вниз. Просто сейчас в данном примере я хочу показать вам, как считать забойное давление от линейного, потому что, ну, по факту, мы скважину управляем на устье, и у нас как бы управляющим параметром является наш диаметр штуцера, и по факту мы стартуем от линейного давления, оно наш управляющий параметр. Забойное давление, оно будет меняться как раз от того, как мы будем регулировать работу скважины. Но если, например, нам интересно, какое будет соответствовать данному забойному давлению линейного давления, мы также можем рассчитать и снизу вверх. А, наоборот, да, я перепутал, мы сейчас считаем сверху вниз, да, вот, можно считать также и снизу вверх. Сейчас мы считаем, соответственно, сверху вниз, потому что мы считаем забойное давление от линейного. вот ну в принципе у нас уже все есть да по моему для расчета давайте построим где-то в стороне наверное лучше построим определим до забойное давление да с помощью функции mfp pipeline то есть что у нас мы стартуем от какого-то давления мы уже поняли что мы начинаем расчет буферного давления и расчет у нас стартует какой-то температуры в тех режиме также нету на самом деле температуры потока в условиях линии в принципе ничего страшного не будет да если мы поставим 20 градусов не сильно ошибемся большинство скважин так и есть если там ну не какие-то аномально там низкие температуры да там или высокие ты вау да эти температуры на конце возьмем ну мы возьмем температуру пласта конечно да как мы говорили что все-таки конечно можно учитывать как джоуля томсона но пока ограничимся температурой пласта аж лист это наша инклинометрия зададим ее таким массивом до диаметр тоже зададим массивом 9 жидкости вот у нас 109 кубов сутки обводненность 5 процентов дебит газа нам не нужно это ключевое слово для для газливных скважин строка перейти это вот ту которую мы задали ну и мы уже видим в принципе что какой-то результат получается да вот еще можно играться с направлениями как раз вот расчет сверху вниз вниз внизу вверх то есть расчет поток вверх расчет вверх то есть можно также считать с помощью этой функции нагнетательной скважины например да когда у нас жидкость течет по сути в обратную сторону отличие от добывающих да и можно вот здесь вот убирать гидравлическую корреляцию по умолчанию выставляется гидравлическая корреляция 0 это корреляция бэксприлл ну и также в юнифо куба там реализован расчет температуры можно выбирать там как я говорил либо там разные тоже модели в общем ну давайте на этом остановимся да вот уже видим какой-то результат у нас получился результат 139 атмосфер то есть забойное давление у нас 139 давайте выведем весь массив расчетный да и построим как у нас вот выглядит распределение давления скважины так ну для этого нужно выделить весь участок и с помощью команды control shift enter это такая фишка цели чтобы выводить массивы вот и мы видим вот принципе 222 массива это для глубины это для давления давайте построим и посмотрим на них так ставка так какая-то ошибка бывает так что у нас получилось и вставляем график так у нас немножко неправильно нужно поменять оси то есть у нас значение давление пойдет по у здесь у нас по оси x пойдет значение давления в смысле наоборот да правильно сказал вот ну и плюс давайте и инвертируем так будет более понятно так вот вот принципе мы видим как у нас давление меняется по глубине нашей скважины и забойное давление у нас получилось 139 атмосфер ну а здесь мы видим по расчету на общее 201 атмосферу там скорее всего какой-то другой расчет используется возможно какая-то другая корреляция давайте попробуем поменять гидравлическую корреляцию посмотрим как вот результат поменяется то у нас сейчас 139 атмосфер у нас есть еще да там набор корреляции вот если например поставлю 1 до у нас так странно почему 4 может какая-то ошибка да вот двойка да это корреляция unified для унифицированной корреляции до одной из самых новых здесь вот например получается общей 75 атмосфер ну как видите вообще результат может сильно варьироваться и поэтому нужно вот подбирать корреляцию под каждый конкретную скважину так ну в целом я очень быстро все рассказал у меня все на этом давайте если да у нас скважина будет без пакера вот у нас будет два не два графика у нас будет два расчета нам правильнее нужно будет рассчитывать сначала отдельно поток по нкт потом точнее не так у нас будет происходить сепарация да на приеме на башмаке нкт да и свойства флюида будет меняться и нам нужно по идее знать какое будет давление на башмаке нкт заранее знать потому что от этого давления будет зависеть сколько газа от сепарируется идет за трудное пространство и как соответственно изменится свойства флюида собственно компрессорных трубах поэтому когда у нас скважина без пакера мы на самом деле не можем считать правильно сверху вниз мы должны считать мы считать мы должны считать делать многократный расчет снизу вверх попадая в то густевое давление которое у нас задано возможно это не очень понятно я потом очень деле это покажу то есть потому что у нас надо будет флюид двух трубах задавать по-разному вот так как бы свойства флюида которые будут в нкт да они будут зависеть вот как раз от того у нас будет давление на башмаке а так если пакер есть но не гермет ну и этого мы не знаем да если конечно да это не гермет то у нас тоже будет проходить сепарация вот но мы это можем понять на самом деле у нас начнет копиться газ завтра в пространстве да и потом ну давление будет увеличиваться да она в какой-то момент мы по затрубному манометру увидим что атмосферное растет ну и плюс там есть как у нас есть обратный клапан же да конечно не помню фонтан скважина тоже есть и там стоит но фонтан обратный клапан да это по сути он со он сообщает затрублен пространство с линии да и он открывается тот момент когда затрубленное давление превышает линейное давление в тот момент открывается обратный клапан и часть газа перетекает в линию вот ну поэтому с этим тоже можно работать если многосвольная скважина со сложным заканчиванием и не одним нкт ну это тоже сложный случай там в чем будет сложности у нас если будет несколько нкт да у нас будет в каком-то моменте да они будут соединяться да и у нас свойства жидкости будут смешиваться то есть в принципе то есть мы можем считать до момента того как две трубы соединяются как обычно да но в тот момент когда они соединяются нам нужно будет полностью пересчитывать свойства и как-то вот их осреднять то есть чтобы уже по общей трубе считать правильно ну можно будет конечно попробовать это как не сделать кстати винифо куба тоже вот этот функционал смешивания флюида он сейчас в новой версии тоже появился там есть мануал и можете почитать как это работает так у меня в принципе все ребят давайте еще расскажу что будет на следующий раз принципе я сегодня вам рассказал как модерировать скважин с цен тут по сути вот следующий раз расскажу как и будет модерировать скважин с я сегодня пускал фонтан расскажу как будет наделиться цен но то есть здесь по сути что у нас еще добавляется у нас здесь мадри добавляется еще один гидравлический элемент сам оценда и добавляет сепарация а по сути трубы до до штуцера не остаются поэтому следующий раз вот и как раз более подробно рассмотрим о цен и о сепарации и попробуем так также построить модельку с газовыми скважинами примеры не будут разбираться потому что сам с ними особо не работал но если есть какой-то конкретно есть какой-то конкретный вопрос возможно попробую ответить если что пишите вот так у меня все ребят если еще ну если вопросов нет предлагаю заканчивать всем спасибо за внимание запись выложим на youtube и домашние задания кому интересно давайте сделаем я вам в этом помогу все всем спасибо давайте всем хорошего дня и вечера